Добрый день всем, кто слушает данный курс. Здесь мы решаем задачи, представленные в марафоне от Data Yoga по Tableau. Сегодня у нас новые данные от Kickstarter. Это конфайдинговые данные проекта с 2009 по 2016 года. В этот раз мы будем обсуждать, как строить сложные графики и комбинировать цвета, фильтры, параметры Dimensions и Measures. Первый вопрос. В США в категории музыка среди удачных проектов были исключительные, которые повлияли на результаты месяцев. Когда, а точнее назвать месяц, были зарегистрированы проекты, сильно повлияющие на соотношение Goal и Plaged. Причем разница была между ними более чем в полтора раза. И какие именно это были проекты. Давайте сразу добавим необходимые фильтры. Перед построением графиков страна у нас будет США. Состояние проекта успешный. Затем основная категория у нас будет музыка. Теперь добавим изменения в зависимости от месяца. Давайте возьмем месяц. Перенесем его в столбцы. Месяц каждого года. Добавим Goal. Плэйджет. И та мера, которую я вот только что сделал, пока я демонстрирую вам, как она выглядит. Это отношение собранных средств к тому, что планировалось. Сначала поработаем с первым визуализацией. Сделаем из нее Dual Access. Сразу же синхронизируем оси. И сделаем так, чтобы это было более удобным варимом виде. Реально собранное средство мы сделаем в формате шарика. То, что планировалось собрать в формате барчарта. Причем уменьшим его размер. Вот в таком формате. Теперь мы отчетливо видим то, сколько планировалось собрать и сколько реально было собрано. Теперь давайте добавим процент. Процентное соотношение Goal. собранных средств к запрашиваем и будем анализировать. Давайте построим график процентного соотношения для каждого проекта. Поэтому мы ID просто притаскиваем в детайл. Как видим, есть просто какие-то огромные проценты. Поэтому нам необходимо эту шкалу сделать логарифмической. Так и сделаем. Вот теперь все стало чуть более читабельно. И как мы видим, к объему соотношения более 150% составляет довольно большое количество таких проектов. Так, нам нужно найти несколько проектов максимальных, у которых соотношение было больше 150%, и при этом у них составляло максимальное значение сумма собранных средств. Давайте это сделаем. Ну, прежде всего, пропишем еще дополнительную меру, которая будет называться процент от сбора, который... Цвет процента от сбора. И нас будет интересовать здесь... Мы разделим на 4 категории. Вот процент сбора фондов от цели. Если меньше, то процент от 100 до 149, от 50 до 200 и более 200. Нажимаем кредко «Quade Field» и прописываем. «Call of Goal». Давайте прописываем теперь то, что нам необходимо. Если процент от сбора меньше единицы, тогда меньше 100%. Давайте удалим здесь ненужное значение. Если же он больше или равен единицы, но при этом меньше полутора. Полутора. Давайте это в скобочке объединим. Тогда от 100 до 149%. Если же... Давайте это тоже скопируем просто, чтобы было меньше писать. Если же больше полутора и меньше двух. Полутора и меньше двух. Тогда от 150 до 200%. 150-200%. Если же это не будет верным условием, тогда более 200% и end. Поскольку в каждом месяце было всего один или несколько проектов, которые значительно повлияли на результаты всего месяца, то давайте просто посмотрим на отдельные результаты каждого месяца. Например, возьмем май 2009 года. Тут проект был вот с таким ID. 1604.64.99.80. Он собрал 1563%, что является, конечно, невероятным результатом. Теперь мы можем взять любой другой месяц и посмотреть его результат. Например, возьмем апрель 2012 года. Тут максимальным проектом был проект со следующим номером. И его результат составлял 1193%. Так можно сделать с любым другим месяцем. А мы посмотрим, что каждый из себя представлял. Давайте перейдем теперь ко второму заданию. Нам предлагают показательные графики одновременно сборы в долларах, количество инвесторов и значение средней продолжительности проектов по мейн категории. У нас есть все данные для того, чтобы построить необходимую утилизацию. Однако у нас отсутствует средняя продолжительность проекта. Для того, чтобы ее посчитать, давайте сначала посчитаем разницу в днях между началом и окончанием проекта. DaysDif Она считается с использованием функции DayDif в формате дня Launched и Deadline Теперь мы можем посчитать среднюю продолжительность проекта. Это будет считаться как сумма всех продолжительностей, поделенная на количество проектов. Average Project Length Так, посчитаем There is Difference поделить на сумму Number of Records Так Теперь мы можем построить необходимую утилизацию. Давайте перетащим Use the Pledge Аналогично поступим с количеством вложившихся и средней продолжительностью проекта. И все это удовольствие разобьем по каждой категории. Также можно добавить какое-то более интерактивное видение того, что у нас есть. Например, мы можем подписать максимальные и минимальные значения. Например, для Use the Pledge Как мы видим, они у нас есть, появились. Можно убрать максимальные или убрать минимальные. Также была бы неплохой идеей раскрасить каждую из столбцов, которые у нас есть. для количества. Мы нажимаем Control, нажимаем на инвестирующий нас показатель и просто его перетаскиваем, куда он нам нужен. Он таким образом дублируется. если мы хотим каким-либо образом прописать для каждого максимально-минимально, то мы заходим в Label, нажимаем Show Mark Labels и опять-таки Min Max. И, как мы видим, получаем неплохие и интересные результаты, которые можно дальнейшим анализировать. Давайте перейдем к последнему вопросу, в котором спрашивается «У какой страны процент сбора фондов промежутки 10-15% и самая низкая средняя сумма сбора на проекте?» Нам предлагают построить горизонтальный бар «Shared Access» для 2015-2016 года. Давайте так и поступим. Очевидно, нам требуется добавить еще один показатель, который будет звучать как средняя сумма на проект. Average Summ Per Project. Давайте его и посчитаем. Будем считать в долларах сумма HDP прилить на сумму на Number of Records. Теперь давайте построим два графика. это сумма для Goal и Plashed. Давайте их сразу объединим. У нас горизонтальный бар получился. Так, как мы и хотели. Только давайте использовать все-таки бар. Сделаем все это по стороне. И можно добавить более интересные результаты, только предварительно синхронизировав оси. Поэтому добавьте давайте еще добавим процент сбора средств и среднюю сумму на проект. Причем добавим их в формате Discrete. вводим вводим необходимые для нас цифры. Как видите, средняя сумма на проект выводится с большим количеством знаков после запятой. Это не очень удобно. Давайте поменяем Default Properties форма данных. Давайте Custom забьем уберем какие-либо значения после запятой. И как мы видим такой барчарт который не очень удобно показывается в таком формате не представляется достаточно читабельным поскольку у нас сначала максимальный показатель который как правило в данном случае является запрашиваемым средствами и его часть является лишь собранное средство. Для того чтобы справиться с этой проблемой достаточно показывать Goal и Plashed с разных точек зрения. Мы можем просто построить график Goal будет идти в одну сторону а Plashed в другую. Поэтому просто давайте домножим Goal на минус единицу. Нажимаем дважды на нее умножаем на минус единицу он все пересчитывает и мы получаем необходимый результат. Теперь давайте отсортируем странные по интересующему нас показателю. Нас интересует самая низкая сумма сбора средств на проекте. Давайте так и поступим. Отсортируем по проценту сбора фондов от самого низкого до самого высокого. Так и делаем. также из-за того, что наши у нас очень сильно отличаются по суммарным сборам средств, давайте здесь построим графмическую шкалу. шкалу. Ну, наверное, не стоит этого делать, поскольку у нас мы используем еще и отрицательные значения. поэтому здесь это так не сработает. В промежутке 10-15% самое низкое значение сбора средств имеет под собой Мексика. И у нее в это же время самая низкая сумма на проекте 136, хотя у многих больше тысячи и двух. В данном случае мы закончили этот урок. Всем спасибо за внимание. субтитры и субтитры Продолжение следует...